Семейный кулинар, канал о кулинарии, где каждый сможет научиться делать простые и сложные блюда, но что самое главное, очень просто и очень быстро. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт без модов, в новую серию, где сегодня мы будем призывать ванильный Майнкрафт, сумеречный лес. Все это мы рассмотрим в этой серии, где мы все-таки действительно сможем призвать, хоть и небольшую, но все-таки частицу сумеречного леса. Да, ребята, но перед этим давайте наберем 1200 лайков, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, не ленитесь, потому что это действительно очень для меня приятно, я верю в своих подписчиков, я верю в то, что мы все-таки сможем набрать 1200 лайков. Как только мы это сделаем, я сразу же выкладываю в следующую серию и также оставляю вот эту карту в описании, потому что это даже не команда, это карта, в которой есть уже включенный спавн, сусамон и в принципе уже встроенные команды. Поэтому, ребята, не поленитесь, также не забываем подписываться на мой канал, каждый подписчик для меня как друг. Если ты не веришь, то можешь убедиться, написав свое сообщение в комментариях и увидишь то, что я на него отвечу. Да, ребята, мы не будем больше тянуть и сразу же приступаем к самому видео. Ну что, ребята, давайте мы немного поговорим, кого сегодня мы будем призывать в Майнкрафт. Все мы играли в сумеречный лес, все мы знаем, что это такое, все мы знаем, какие необычные загадки он в себе таит. И сегодня мы будем призывать в обычный мир Майнкрафта босса с сумеречного леса. Все мы убивали Гидру, да, все знают, что это за существо, это как будто змея, а с тремя башками. По-русски Змей Горыныч, что-то в этом роде. Это будет сложный бой, она прям внизойдет с неба и мы с нею сразимся. Да, с самого сумеречного леса она сюда к нам тыпэхнется. Но это еще не все. Вы, ребята, не представляете, вы просто не представляете. Это прям офигеть, честно, у меня прям слов нету, как описать, какие крутые шмотки она себя дропнет в ванильном Майнкрафте. Это прям будет офигеть. Да, ребята, но перед этим нам хотя бы предстоит ее убить. И только после этого мы сможем, только после этого мы сможем посмотреть, какие крутые шмоточки она нам выдаст. Мы, ребята, берем вот эти все предметы, потому что они нам, если честно, очень пригодятся в сражении. Очень как пригодятся. Берем это сюда, это сюда, это сюда. Но, в принципе, сейчас мы это можем все отложить, потому что нам нужно вызвать... Да, саму Гидру. И посмотрите, сколько предметов нужно, чтобы ее вызвать. Вам нужны все головы всех монстров. Вам нужно убить Визера. Вам нужно 8 блоков алмазов и также 4 блока золота. Ну, давайте я покажу вам этот алтарь. Прям нереальный какой-то алтарь призыва самой Гидры. Ребята, вы готовы это посмотреть? Давайте. Это можно выложить по центру. Мы ставим блок Редстоуна. Также по краям. Как видите, я уже сделал тут небольшую заготовочку. То есть это 5 блоков на 5 блоков. Вы также сможете скачать эту карту, сделать так, как я сейчас делаю, и сразиться с самой Гидрой. Да, честно, ребята. Также поиграть со своим другом, потому что это сражение офигеть какое. И это действительно очень много веселья. Сразу по сторонам вот этим, да, ставим вот так блоки алмаза, да. То есть вот так. Ну, в принципе, ничего тут сложного нету. Все это вот так выглядит. Потом вот это... Ой, нет. Не сюда. Не сюда. Не сюда. Ладно. Вот так. Киркута я забыл взять. Сюда мы ставим обсидиан. Вот мы полностью вот это все заполняем. Вот так. В принципе, даже вот тут уже можем поставить 3 блока высоты. Вот так. Вот так. Вот так. То есть 2 блока высоты. Одни мы ставим просто тут, чтобы заполнить вот это пустое место. Вот так это все, ребята, выглядит. В принципе, не очень сложно. Ничего тут сложного нету. Потом на блок обсидиана ставим по одному блоку золота. Вот так. Замечательно. Сейчас по краям мы ставим на блоке редстоуна мы ставим каменный заборчик. Да? То есть булыжника. По краям этого... По краям вот этих обсидиановых столбов мы ставим железный заборчик. То есть вот так. В сумме нам нужно только 8 штук. Ничего тут сложного нету. Потом мы ставим... Прям, знаете, какие-то сатану призываем. Такое у меня ощущение. Вот такие кресты ставим. Они прям уже засветились. И сюда ставим 1, 2, 3, 4... 4 факела. Редстоуна, да? Редстоун факела. Ой, нет, сюда вернись. Вот сюда. Потом нам наверх нужно поставить 4 башки. На каждый золотой блок нам нужно поставить 4 разные головы. Тут, в принципе, да, все головы есть, кроме Стива. Ну, в принципе, потому что все головы вы можете добыть, кроме Стива. Вот так, ребята. Все. Не важно в каком порядке, в любом порядке. И сейчас мы сможем призвать всю целиком, да? Полностью Гидру. Все, что нам нужно, это кинуть звезду в центр. Да. Как я уже сказал, вам нужно убить Визера. Визера перед тем, как спавнить Гидру. Это как будто следующий босс. Ну, что, ребята, вы готовы? Мы кидаем. Я надеюсь, я правильно кинул? Правильно. О-о-о-о. Отбегаем, отбегаем. Что сейчас будет? Что? О-о-о. Головы испарились. Идет все в небо. Офигеть. И смотрите, какой сейчас будет взрыв. И прям с небес, с небес спустится самый крутой босс в Майнкрафте. О-о-о. Ну, что, ребята, вы готовы сразиться? Вы готовы сразиться с этой Гидрой? Как видите, у нее сейчас только одна башка. Ну, потому что пока что одна башка. Но скоро будет, скоро будет три. Ух ты, нафиг, я прям подлетел. Скоро будет три. А лучше, чтобы вообще не было. Так, главное попасть. Главное попасть ей в рот. Да. Ну, стрелой, если вы поняли. Во, один раз мы попали. Второй раз мы попали. Во. И сейчас у нас две башки появились. И нам нужно убить вот тут в центре. Тут в центре. Тут в центре. О, нет, не бей нас, не бей нас, не бей нас. Нужно убить этого отродыша. Я не знаю, что такое. Вот видите, ребята, куда нужно стрелять? Нужно стрелять в ту точку, где светится... Вот, сейчас вот эта башка светится. Нужно вот эту фиготню убить. А то она достала, если честно. Вот так, ребята. Нужно стрелять в ту башку, в которой светится. И только так вы сможете наносить хотя бы какой-то мизерный урон Гидре. Вот, ребята. Давайте третью башку, если у нас, конечно, получится. Давай, давай, а то она сейчас съест. Всё. Убегаем. Ой, вот сейчас пошёл хардкор. Иди ты в пень. Сейчас у нас три башки. Мне вообще интересно, на каком я уровне играю. На нормальном, да. То есть, не нуб и не прям эксперт, а обычный уровень сложности. Мне вообще интересно, сколько урона она мне наносит. Или она сама себя бить будет. Гидра. Ну, в принципе, два сердечка с одной какой-то мизерной атаки. Это нормально. Давайте мы её зафигачим. Давай, давай. Я хочу её убить, потому что я хочу вам показать эти крутые вещички, которые она себя сможет дропнуть. Вот тут нужно бить мечом. Быстренько запинаем. Давай, 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 пока она к нам не подобралась очень быстро. Тут нужно, в принципе, убегать. Это самая отличная тактика, которая только существует. Без неё вряд ли вы сможете выжить. Потому что, как вы видите, она меня даже не может тронуть. Она меня вообще не трогает, потому что она ко мне даже не может подойти. Ну, бятина, да, ребята? Согласитесь, вот, ну, бятина последнего поколения. Гидра самый крутой босс в Майнкрафте, а даже меня не может тронуть. А мы ей только... О, сейчас, сейчас, сюда. Давай, 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 давай. А я могу так бить? Мне просто интересно, могу ли я прыгать? Не затопчи меня, динозавр нафиг, гиппопотам. Так, сейчас. А мне кажется, мы урон не можем... У меня сейчас стрелы кончатся или нет? Мне кажется, мы урон не можем наносить отому той части тела, которая не светится. Только вот этой. Сейчас вот сюда. Вот, как видите, иногда стрелы просто... Во! Завалили нафиг! Убили! Убили! Нет, я хотел сказать что-то другое, но всё же... Убили жестоко, ребята! За сколько мы её завалили? В принципе, за 6-7 минут... Я не скажу, что это очень как-то... Много времени заняло, но вы всё-таки сможете ещё призвать ещё хоть 35 гидр. Но, ребята, сейчас давайте мы скрафтим верстак, а то я его забыл поставить. Ну, как скрафтим? Щитырим, да? И ставим его, допустим, вот сюда. Сейчас мы посмотрим... Давайте ещё что-то щитырим. Давайте посмотрим, какие крутые вещички мы сможем скрафтить. Это больше нам не потребуется. То есть, нам сейчас нужно только мясо вот это, которое выпало с гидры. Потому что оно нереально крутое. Оно нереально крутое. Да, ребята, вот это, которое мы выбили, это я уже начатырил. Вот так пускай будет. Что нам нужно? Нам нужно алмазный меч. Нам нужно лук. И нам нужно алмазный шлем. Где он валяется? Вот так, ребята. Что мы можем скрафтить? Давайте выйдем с гейммода. Выйдем с гейммода. Это можно сюда поставить. Что мы можем скрафтить? В первую очередь мы можем скрафтить шлем гидры. Да, ребята. Шлем гидры. Давайте посмотрим, как он крафтится. Вот не так. Да. Я вас немного обманул. Мы крафтим таким же образом, но только не в верстаке, а в выбрасывателе. То есть, это как раздатчик, да, но немного другой измененный блок. То есть, что нам нужно сделать? Нам нужно встать. Вот так поместить его вверх, чтобы он смотрел вверх. И просто встать на него таким же образом. Потом мы крафтим так, как я ставил в верстак. То есть, вот так и смотрите, что у нас с этого получается. У нас получается гидрошлем. Но давайте посмотрим, как он будет выглядеть. Вы готовы, ребята, к этому? Вот, честно, вы готовы к этому? Смотрите. Смотрите, как он выглядит. У нас у самого появляются еще две дополнительные башки. Офигеть. Просто представьте, вы показались вот так своему другу. Мол, иди сюда, зараза. Бум. Надели башку и смотрите. Офигеть. Но это само по себе нереально круто выглядит. Если мы вот это все снимем, то будем так смотреть. То это просто офигеть. Потому что у нас торчит еще две башки. Вот так. Офигеть, ребята. А давайте, знаете, как встанем? Давайте. Давайте. Вот так встанем. Вот так. Вот. Вот. Сейчас, сейчас, сейчас. И. Вот так. Все, я сделал скрин. Знаете, есть моды на две руки. Это не мод. Это команда с картой на три башки. Да. Но это еще не все. Смотрите, сколько силы оно нам дает. Три силы. Три защиты от урона. И три защиты от огня. То есть, можно сказать, вы уже бессмертный в какой-то степени. Но это еще не все. Вы также сможете скрафтить меч гидры, который крафтится вот так. Гидросворд. С уроном 16 и 5. 16 целых. Это офигеть просто. Но вы посмотрите, как он выглядит. Вы посмотрите. И вы посмотрите, что он может делать. Да, ребята. Посмотрите, что он может делать. Мало того, то, что вы сможете им лупасить, как не знаю что. Потому что 16 урона на дороге не валяются. Шарпнос 5 и лутинг 5. То есть, с помощью этого меча вы сможете выбивать с монстров. Офигеть, как много крутых вещичек. Потому что лутинг 5 тоже на дороге не валяется. Но как он круто выглядит. Ребята, это ванильный Майнкрафт. Без модов. Даже без текстур пака. Это просто карта с командами. Все. До чего уже дошел Майнкрафт. Но также, как вы заметили, у нас есть атака. То есть, если вы выбрасываете меч на землю. То он, по идее, должен наносить какую-то атаку. То есть, мне кажется, просто у него какое-то защитное поле появляется. Или что-то в этом роде. Давайте кого призовьем. Ну, давайте зомби призовьем. Но только нам нужно включить ночь. Таймсет. Найт. И давайте призовьем зомби. Да. Круто. Но от того, что с одного... Офигеть. Ребята, с одного удара мы убили зомби. Что может быть еще? Только я, если честно, не понимаю, что делает вот эта фигня. А-а-а! А если... А если... Пуф! А ну сейчас! Пуф! Нет, я что-то вот сейчас сделал. Вы видели, ребята? Вот! Ее нужно еще оттолкнуть. Ее нужно оттолкнуть. Это, знаете, как будто вы еще в футбол или там в волейбол играете. Вы просто выбрасываете, как будто мяч, и потом сразу же его отталкиваете. То есть, давайте, нужно немного отойти. Вот, я понял тактику. Нужно немного отойти. Вот смотрите, ребята. Пуф! Давай, давай! Во! Давайте вот так завалим. Давайте вот так завалили. Идите, идите. И на тебе, и на тебе. Вот так, да. В принципе, все очень просто. Но самая крутая вещичка. Это у нас лук. Вы не верите, ребята. Вы честно, вы не верите, что самая крутая вещичка, которая только существует, это лук. Ну сейчас вы посмотрите. Я даже кушать не буду. Просто смотрите, как он делается И что это такое И какая у него будет Особенность Идра-бол То есть лук гидры Ну, по сути, вы стреляете, да? Полетела стрела Да, вот допустим Стрелили вот туда Полетела, мало того, что у нее очень крутые Спецэффекты, видите? И фиолетовые вот такие штучки Не то, что фиолетовые, а такие Пурпурные, что ли? Фити, вы знаете Что-то в этом роде, так еще и как будто Будто, я не знаю, за ней летят Какой-за ней летит Какой-то дым Вот так Но это, ребята, еще не все Вы поняли вообще, что сейчас происходит, ребята? Вот смотрите Вы понимаете, что сейчас происходит, ребята? Вы можете управлять, мать его, стрелами Когда они находятся в воздухе Просто выбрасывая лук в том направлении Куда вы хотите, чтобы полетела стрела Я не знаю, что может быть круче Это как будто самонаводящиеся стрелы То есть вы стреляете вот в солнце А ракета Ракета Самонаводящаяся ракета А стрела полетела вообще в другую сторону То есть смотрите Она полетела Офигеть, ребята Как это круто Вот давайте Давайте Встанем вот сюда И стреляем куда-то вот туда Вы понимаете, что я стреляю вот сюда? А стрела возвращается назад Это, ребята, я не знаю То есть это вот что-что, но это мне очень нравится Вы можете просто стрельнуть вот туда Потом клацнуть вот туда Клацнуть вот туда Клацнуть вот туда И потом вот туда И вот сюда И стрела прилетит туда, куда вы захотите, чтобы она прилетела То есть стрельнули вот туда Тыкнули вот сюда Стрела полетела вот туда То есть То есть смотрите, ребята Стрельнули вот туда Сюда И сюда Ну почти, да, то есть она немного Все-таки перелетает, это нужно потренироваться Чтобы Вот, допустим Она все-таки немного А если, ребята Сможем ли мы спасти зомби? Сможем ли мы спасти зомби? То есть наоборот Не убить его, а спасти Да! Офигеть! Офигеть! А сейчас? А сейчас убили То есть смотрите, я стреляю И я смогу его еще спасти Вот, допустим Все, что вам нужно, это просто реакция Да Давайте подведем небольшие итоги Мы заспавнили гидру С самого сумеречного леса Мы ее убили, нам дробнулась ее кожа С этой кожей мы себе сделали Крутой шлем, который дает нам Ну вы можете посмотреть, что он нам дает Прям нереально крутой Нереально сильный Плюс тому у нас есть три башки Мало того Смотрите, какой крутой меч нам выдался Меч без текстур пака Алмазный Как будто с какой-то татуировкой Гравировкой И как он круто выглядит Он зачаренный На шарпнос 5 И на добычу 5 То есть вы можете убивать любых монстров И вам будет дропать Самые крутые вещи, которые Они только могут дропнуть Да, это еще не все Вы также сможете призывать Огненный шар Играть ним Футбол Волейбол Просто вот так Это офигеть как круто Но что самое крутое Это гидролук Это самое крутое Что только может быть Потому что вы можете стрелять в одну Ну у нас уже стрел нету Вы можете стрелять в одну сторону Потом выкидывать Выкидывать лук И стрела будет лететь вообще в другую сторону Это действительно очень круто Но ребята, к сожалению На этом мы уже будем заканчивать эту серию Я надеюсь, что она вам понравилась Да, ребята Я очень сильно надеюсь Потому что Как только мы наберем 1200 лайков Я все-таки надеюсь То, что мы сможем набрать Я люблю своих подписчиков Я, ребята, в вас верю То, что вам не лень поставить лайки И действительно мы сможем набрать 1200 лайков Как только мы это сделаем Я сразу же выпускаю новое видео Специально для вас И также я выкладываю эту команду Эту карту В описании Вы можете ее потом себе установить И также играть Да, ребята Поэтому не поленитесь Также, пожалуйста, подпишитесь на мой канал Я люблю своих подписчиков Я вас уважаю И я также с вами общаюсь Каждый подписчик для меня Как друг Если ты не веришь То, в принципе, можешь проверить Оставить свое сообщение Под этим видео В комментариях И как только у меня будет время Я сразу же на него отвечу Тем самым с тобой пообщаюсь Поэтому я приглашаю вас всех Вступить в нашу большую Дружную семью подписчиков Да Поэтому, ребята К сожалению, на этом мы уже сегодня будем заканчивать Но не расстраиваемся Мы встретимся завтра в новом видео Я всех вас жду И надеюсь, что вы придете его посмотреть Ребята К сожалению Конец видео Но все же я скажу вам большое спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока